я думаю семейный бюджет скорее всего входит трот человек но у меня есть только 10 евро не у меня как-то еще есть мелочь даже по-русски написано не поверишь в этом ролике мы идем ботанический сад вильнюсского университета это одна из его частей есть еще ботанический сад по другому адресу он находится там еще не были тоже судя по фото из гугла место интересное нужно будет его посетить ставьте лайк и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали новые ролики выходят каждую неделю мы купили семейный билет он стоил 10 евро если вас два ребенка то они тоже входят в этот семейный билет этот ботанический сад находится рядом с вингис парком мы зашли в будочки никого не оказалось зато вот оказался человек в машине ему мы заплатили получили билет как мокрые сам по себе сад довольно-таки небольшой компактный но там очень красиво такие вот всякие постройки старые в основном они вот в таком все состоянии немножко развалившимся и с сыпавшейся штукатурка но в данном случае это очень красиво выглядит и мне там очень понравилось хотелось бы еще посетить этот ботанический сад весной когда все цветет наверное там еще более красиво отличное место чтобы сфотографироваться где-нибудь на фоне вот таких вот кирпичиков и цветов там просто красивая задворка 5 подожди а а Ой, здесь так интересно, идите сюда Смотрите, как тут интереснее, эпичнее, как красиво, чудно И вот эти розочки в окно бьющиеся, это же просто, посмотри, какой кадр В самом ботаническом саду, соответственно, растут разные растения, деревья Там есть подписи, специальные таблички, где написано, что это за растение или что это за дерево Яблочные деревья там растут, всякие разные кустики, цветы Мы мало что знаем в этих растениях, понимаем, но очень интересно Папа, а что они тогда не такой слойные? Может, это красные? Нет, это яблоки, может? Покемоны! Да, это яблоки Пап, смотри Да, Петька, это яблоки Не надо это делать Все равно мне уже упали Вот такое вот все зеленое Такие зеленые газоны, там все постоянно поливается Мы были там в августе, стояла очень жаркая погода Прям очень сильно пекло солнце, но вы видите, что все зеленое Там очень хорошо осуществляется полив Поскольку, ну, место специфическое Очень интересно, и мы видели там компанию людей, которая устроила там пикник на траве Там было очень спокойно, народу вообще практически не было В этот день были какие-то празднества в городе Не могу вспомнить, что за праздник был Но, видимо, все в основном уехали туда А мы вот попали сюда и ходили там практически в одиночестве Вот такая вот дорожка Она ведет к еще одним воротам Но эти ворота закрыты Оно как запасной выход там действует Но выглядит очень красиво И вот такая вот красивая стена там даже в конце Музыка 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 Подобная же стена находится в саду Бернардинов Я первый раз увидела, что такое подобное Там, кстати, тоже ботанический сад Но там он какой-то более заброшенный Мы там были, по-моему, прошлой осенью И такие тоже все эти грядки были заросшие Не очень ухоженно смотрелось Здесь это выглядит гораздо более ухоженно Музыка Папа решил свою шапку дать Да папа сам ее забрал, увидел Фу, как воняет Все жутко воняет Для таких случаев Слушай, мне только по ботаническим садам ходить Да, да Я для таких случаев выбрала Элергопробы Элергопробы, реально Интересно, здесь кто-нибудь подкапывает себе домой? Слушай, не знаю даже Ну, всякие, наверное, люди встречаются А тут запах сильнее моего диктака Ну, он тут всякий Не хочу здесь ходить Ну, бонички, конечно, интересные Это типа ботанический сад Вильнюсского университета Ага Ну, и что? Где он? То есть он от университета еще? Прикольно Смотри, какие подсолнечные Пошли подсолнечные Не подсолнечные А что это? Петютины глазки Правда? Нет, я не разбираюсь в ботанге Ну, ты что в школе? Не ботангу? Вот физалис я знаю Здравствуйте Вот Петя физалис Петя физалис, который продавался в Риме Съедобный Внутри вот этой коробочки вырастает плодик маленький Посоветесь, почему я саду? Внутри вот этой коробочки вырастает, потому что в этой коробочки вырастает плодикат Тут столько ос летает. В которой он измерял корону. Да, она работает. Не, ну тут что-то и заросла. Не, ну может быть, это кто и работает, конечно, кран. Это ванная финида, в которой он корону измерял. Идем к вот этой сцене, которая была видна на предыдущих кадрах. Я не знаю, постоянно она там стоит или нет, эта сцена. Видно, что там проводятся какие-то мероприятия. Может быть, накануне как раз что-то проводилось и сцена осталась. Либо, может быть, она там находится на постоянной основе. Здесь есть вот такие вот скамеечки и вот такой вот интересный декор висит на деревьях. Может быть, это тоже последствия праздника какого-то. Такие атрибуты языческие. Вообще везде, где мы ходим, гуляем, все время встречается такая интересная помесь религиозности, религии, христианства, католичества и язычества. Они так переплетаются. Это просто удивительно. На предыдущих кадрах было видно, когда была видна такая деревянная статуя. Там было изображено, как я поняла, что-то вроде как солнце. И под солнцем, под лицом этого солнца такой небольшой крестик. Очень интересно. Вы посмотрите, как красиво смотрится. Все очень зелено, очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь цветочки растут. Везде там стоит очень сильный запах. Еще была жара. Это все как бы напекало. И вверх поднимались все эти ароматы разных трав, цветов и всего-всего на свете. Такой специфический запах. Я бы не сказала, что он приятный. Нет. Больше похоже на какую-то смесь всего. Совсем. Очень красивое здание. Вообще очень красивый вид. Такое оно очень колоритное. И это какая-то лаборатория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вот такие вот какие-то прудики. Вообще здесь очень много всяких разных ванночек каких-то каменных. Таких вот резервуаров для воды. Я думаю, что это, наверное, было все сделано для полива. Не знаю, используется ли это в настоящий момент по назначению. Я думаю, что оно вряд ли все-таки. Но, видимо, когда-то использовалось. Вот это вот здание сбоку. Тоже оно из такого старого кирпича сделано. Все заросшее вот этим вот диким виноградом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, ну и запах. Это, мне кажется, вот этим удобрением воняет. Что выращиваете тут? Перцы у меня, кажется, какие-то. Да нет. Крестиколюбивая что-то. Значит, это не для промышленных масштабов? А может эксперимент с вами помидоры? Я сейчас синие помидоры выведу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая теплица небольшая. Что-то там растет. Тоже вот какие-то растения. Все. Везде таблички небольшие с описанием. И также в конце стена вот такая вот обветшалая. Старая стена. А что же за ней? Сейчас посмотрим. Дверца эта оказалась закрыта. Но мне удалось там подглядеть туда. И видим, что там какой-то водоем. Я сначала подумала, что это озеро. Но на самом деле это никакое не озеро. Это опять наша любимая речка Вилья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уж думала, где вы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там за вот этой калиткой, там озеро какое-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»